Сегодня в дневниках тёмного. Помни, слова о любви иногда имеют двойное значение. Живые быстро умрут и станут некрасивыми. А кто тебе сказал, что я тебя отпущу? Я серьёзно. Я хочу, чтобы ты была моей. Всё началось в тот день, когда Кира пошла в парк аттракционов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пошли погуляем Не хочу Втроем Кто еще? Так, парень один Симпатичный Боже, там столько парней погибло Перед глазами стоят, как они улыбаются А потом кровь Кира, хватит У каждого своя судьба А твоя ждет тебя сегодня вечером Не понравится, я себе заберу Судьба Классно, что выбрались Хочешь мороженое? Привет Это тебе Привет Кира, это Влад Влад, это Кира Первый раз такое вижу Мертвые цветы Живые быстро умрут И станут некрасивыми А эти останутся такими же прекрасными Ну что, Владик, рассказывай Как ты нас будешь развлекать? Нас уже давно никто не развлекал Первый раз после трагедии я тогда увидела, как Кира смеется Одного я не понимала Где Влад мог увидеть Киру, если она месяц не выходила из дому Но тогда я особо не парилась Мало ли, что в жизни бывает И на испорченную запись я не обратила внимания В эти дни Маша жила у подруги Она хотела поддержать Киру после несчастного случая в парке До завтра Ты куда? Как куда? Домой? К Маше? А кто тебе сказал, что я тебя отпущу? Мы должны пойти вместе Пойти куда? Ты не поверишь Я влюбился в тебя с первого взгляда Ты была тогда самой красивой девушкой в парке Когда тогда? Я имел в виду сегодня Сегодня ты была самой красивой девушкой в парке Я тебе могу тоже рассказать Ты будешь моей навсегда Смотри, мне только потом не говори, что ты ничего не обещала Все это побежала в Машке Пока Маша, привет! Скажи, что Елена Викторовна передавала привет У нее все хорошо и цветы не вянут А кто такая Елена Викторовна? Она знает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этой ночью Кире приснился Влад Иди ко мне Мы тебя ждем Все будет хорошо Ты куда это собралась? А где Влад? Какой еще Влад? Я за компом засиделась Потом голос твой услышала Думала, ты меня зовешь? Да нет же, тут был Влад И он меня звал с собою По-моему, тебе приснилось Иди спать Ой, кстати, я забыла тебе сказать Он передавал тебе привет от Елены Викторовны И сказал, что у нее цветы не вянут Что? А кто такая Елена Викторовна? А кто такой Влад? Маша, что за вопрос? Влад это мой парень А Викторовна это кто? Это моя соседка по старой квартире Ты что, не помнишь ее? Она еще все цветы на балконе выращивала И жаловалась, что не растут Прикол А откуда он ее знает? Да Кира, откуда он ее знает? Она умерла 10 лет назад В тот момент я убедилась, что с Владом что-то не то Кира, конечно, сказала, что он пошутил Но понимаете, мне дурно стало от такой шутки Откуда он мог про цветы знать? Да и вообще про Елены Викторов Машка, как это меня напугало Он опять прилетел Кто он? Голубь Маша, а зачем ты разбила мой портрет? Это не я А кто? Голубь? Прилетал, чтобы разбить мой портрет? Я читала в одной книжке Что черный голубь Знак смерти Никогда раньше не верила приметам Там было написано Что если вы не видели, как голубь вылетал Значит, в ваш дом вошла смерть А я не видела, чтобы он вылетал Кира, что с тобой? У тебя руки такие холодные Да я виновата После всего, что ты пережила Я начинаю говорить про смерть Прости Да мне просто что-то холодное стало Тебе в последнее время постоянно холодно Может, тебе к врачу сходить? Я чувствую, мне тоже надо К психиатру Машка, давай спать А то я совсем замерзну Кира ушла к тебе А я в ту ночь так и не смогла заснуть Из головы не выходил этот голубь И Влад Понимаете, я когда первый раз этого голубя увидела Я подумала, что это Влад в него превратился Маша, Боже мой Маша! Маша! Что? Там Видела? Это твой голубь Их там несколько Откуда они взялись? Я не знаю Их там быть не должно Понимаешь? Не должно Но они там есть Надо что-то делать Что же? Я не знаю, прогнать их как-то А что еще делать? Может, позовем кого-нибудь? Давай еще раз посмотрим Я открываю А ты лови, если что И сразу в окно Офигеть Это была не галлюцинация Ведь нам обеим не могло это показаться И я понимала, что эти голуби Это действительно не просто так Это был знак Очень плохой знак Машуль, а ты сегодня можешь дома переночевать? Конечно А что, у тебя планы? Ага Планы Кира, ты что Правда? Это что, Влад на всю ночь? Ну как получится Ну ты даешь, подруга Быстро все у вас Ты хоть что-то о нем знаешь? А что мне нужно о нем знать? Ну хотя бы Откуда он приехал? Кто его родители? Ты была у него дома? Нет Надо будет, он мне сам все расскажет Так ты о нем вообще ничего не знаешь Вот сегодня планирую и узнать Знаешь, я тут подумала О чем? Я подумала, что есть какая-то связь между голубем и Владом Ты чего? Какая между ними связь? Бред, Машка А вот и не бред Этот голубь появился, когда ты с ним познакомилась Слушай, мне просто кажется, что ты ревнуешь Влада ко мне Он что, тебе тоже нравится? Нет же, Кира А зачем тогда придумываешь всякую чушь? Послушай меня И слушать больше ничего не хочу Маша Тебе пора вообще-то Я немного обиделась на Киру Но больше меня беспокоило ее спокойствие Все ее мысли были только о Владе Да я даже не знаю, как тебе об этом сказать Это звучит как бред Говори, каким бы бредом это не было Да нет, не расскажу Ты смеяться будешь Ну, я слушаю Маша видела черного голубя Он влетел в комнату и разбил мой портрет А потом мы увидели голубей в ванной Я же говорю, а ты будешь смеяться Нет, нет, продолжай Извини Машка вообще говорит, что черный голубь, так смерти Дура твоя, Маша И тебя запугала Чего бояться? Смерти? Все боятся смерти Кира, смерти не надо бояться Жизнь намного страшнее Откуда ты такой взялся? Оттуда Что люди вообще знают о смерти? Ничего Ничего А ведь смерть порой бывает такой прекрасной Вспышка, свет И ты в стране, где вечное лето Да ты у меня поэт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА